Привет зрители! Некоторым автомобилям будет вести и на основном канале буду выкладывать ночные обзоры что прекрасно, потому что полноценное движение с нормальным освещением, которого не будет лишь автомобиль будет давать свет, это правильно и такое возможно лишь подальше от городов где-то там Московской области или где-то тут, мы же здесь находимся и с нами новая Веста, именно ее следует показывать и откатывать в ночи потому что главное отличие это LED оптика наконец-то мы видим мощнейший свет, смотрите, да, прекрасный, сдвоенный для ближнего и отдельно у нас тут для дальнего присутствует, соответственно, элемент смотрите, как интересно, фирменный стиль стараются создать диодными полосками что тоже здорово, потому что современная диодная оптика в первую очередь это не только хороший свет, но и отличный дизайн все это вместе дает отличное освещение ну и Веста, давно мы ждали на самом деле LED оптику и получили ее вообще я считаю, что можно было оставить часть автомобилей самых доступных с прежним светом ну а наиболее топовый вариант, естественно, под диоды но сейчас времена современные, вроде диодный свет должен быть везде и это правильно, это хорошо, но удорожает, удорожает машину не в плане того, что нужно лампы менять, а только в одном случае это когда, не дай бог, ДТП, такое бывает и стоимость, ну, фонаря или фары с диодными частями, это, конечно, некий космос зато красиво, классно, смотрите, да не лампочками создают, а диодными элементами здорово, ну и здесь Алиаспорт Алиаспорт, вообще, Веста, по большому счету, в рестайле или, кто-то пишет уже, NextGen, новое поколение это маркетологическая история, я не очень с этим согласен и пока могу говорить правду, буду это делать я считаю, это действительно рестайл полноценный, хороший, интересный и, действительно, машина заиграла новыми красками а главное, то, что мало кто говорит я считаю, что подвеска перенастроена прежде всего, это амортизаторы именно они, я думаю, влияют по крайней мере, я пытаюсь это найти хотя спеки открываю, да, и там нет ничего про амортизаторы, да, что по-другому машина поехала а я вам скажу так, поехала машина лучше, хотя ЕСП здесь нету, да по всем известным причинам но главное, что машина хороша прыгаю я а, нет, не назад не назад, а давайте посмотрим, что у нас тут багажники, набор инструментов самокат, все дела и свет здесь, правда, обычный, но, тем не менее смотрите, освещает вполне себе ничего единственный плафон ух, чуть по голове, если не получил прикрыл, а здесь диоды, а хорошо, завод что прекрасно, сел, поехал и наслаждаешься вот этот колхоз, когда сам что-то крутишь должны сразу нам предлагать лучшее и действительно, сайте тоже здесь раньше были обычные лампочки теперь хорошо светящие прыгаю сюда бежевый салон а сзади, кстати, как? а вот так работает две кнопочки отдельные у нас под активацию, деактивацию и, соответственно, автоматический режим что ж, посмотрим, что у нас здесь прыгаю тоже вот новиночка знаете, зачем это сделано? это круто здесь нет никакого освещения тут скажут, что о-о-о-о, нет освещения но боковушечку мы включаем вот это вот и смотрите и можно видите, обратите внимание можно, соответственно посмотреть в зеркало крутая крутая оптимизация да, не надо лишнюю ставить лампу что-то там тянуть просто дополнительно благодаря технологии устроили здесь свечение точное и понятно это хорошо так что друзья, да достойный достойный свет безусловно так, выключаем и продолжаем рассказ так, деактивируем это, кстати, был ближний а вот дальний да, видите хоп дополняется сегмент и ну классный свет я вам скажу так честно на самом деле даже галогеновая лампа хорошо осветила у Весты там были большие фары и полностью использовался да полностью использовался объем более того вот эти рефлекторные фары это не линзованные были, да у Весты и они лучше чем линзованные потому что больше дает вот рефлектор современный просчитан на компьютере дает лучше но, кажется дождь начинается надо надо поспешать надеюсь я успею здесь что у нас тут плацветочка давайте посмотрим ох, как хорошо как обычная лампа но, как хорошо горит да, все видно руль у нас тоже весь подсвечивается и здесь тоже мы видим и настройки зеркал то есть по сути у Весты ночью горит буквально образом все что нам необходимо если что разъемы USB не подсвечиваются да в ночи не попасть ну а так заблокироваться то есть выйдет сейчас из леса по голове мне даст ух, страшно мне вообще трусливое существо на самом деле будем честны в наше время страх это не самое скорбное из качества наоборот очень даже полезно ну а что у нас панель приборов все дела да ночной режим у нас включился планшетик да включаешь хоп дневной режим хоп ночная причина проста датчик света пока даже нет в топе и датчики дождя тоже ну ограничения не связанные с ладой лада все что могла все сделала для нас чтобы мы насладились результатом ну что попробуем попробуем драйв посмотрим как в динамике фары статичны это никакая неадаптивка естественно раз датчика света нет даже и переключения ближней и дальней тоже нет но прохватить немножко по трассе ну по трассе по региональной дороге почему бы и нет да смотрите хорошо освещает туманок нет да они не нужны кстати смотрите даже вблизи очень хорошо освещается все да смотрите вот расходится у нас вправо влево да то есть по сегментам не нужно подсвечивать себе поднос а здесь вот да разнесли грузовики и можно как раз померить посмотреть как по мокрому асфальту тоже да достойный свет это работает ну действительно я согласен с теми кто говорил вот галоген это не то просто мы уже забалованы стали топовыми машинами со светом диодным и галогены смотрятся не так хотя и даже с ними тоже можно ездить по сравнению с некоторыми свет у Vesta был хороший но теперь прям класс хотя у нас тут ручной корректор да вот можно загнуть сюда под нагрузочкой можно максимально выше поднять да и получить вот такой вот свет можно включить дальний да кстати естественно свет меняет свою да эффективность чем дальше тем слабее да освещает скажет вот ближний хороший а дальний что-то вот не так нет точно так же разумно работает хорошо просто по ограничениям в общем для да в общем образованном законами физиками ими обоснованными даже все это нормально так что никаких комментариев относительно того что свет как-то недостаточен не будет наоборот очень хорош и эффективен это правда да и отрегулировано все нормально да вот по границам видите то есть и для водителя светит и для пассажира светит ну для пассажира тоже для водителя конечно же но освещается обочина лучше чтобы не слепить тех кто снаружи а так пожалуйста вот включаем и едем вот так вот такая вот она въеста про ездовые свойства буду говорить уже соответственно в дневном видео да здесь в целом да это 4 я думаю что-то обороты как-то еще выше стали а оказывается не переключился просто вот одинокий там только парочка здесь скамеечки и над комарми я в ногу успел укусить вот сволочь потихонечку мы идем отличная езда стала я говорю если вам кто-то говорит что у Веста не изменились амортизатора да ничего не настроено я честно говоря уверен что точно меняли точно меняли настройки ну либо с шинами с шинами магия какая-то случилась не знаю вот а так идет Веста интереснее и прям стало похоже на Весту спорт по подвеске по приятной округлости то есть несколько многоемкость добавилась сколько вот приятное ощущение по качению это точно ну вот мы идем вот пожалуйста это максимум это дальний да еще да еще ну друзья еще это уже надо лазерным дадактивным светом мне кажется максимум из возможного убрали вот видите встречный говорит что ты меня лупишь мощный свет достойный достойный бывает мощнее бывает но для Веста этот свет безусловно шаг вперед и прогресс очевидный да кстати хорошо идем видим тоже здорово и это это радует безусловно вот так вот нашим изоляция явно была улучшена вываливаем поворот и на этом начну этот драйв буду завершать соответственно единственное да лампа у нас сзади соответственно обычная классическая выгрызль поворота в остальном у нас все видите диодная кстати задний ход интересно какой да какой задний ход я не знаю не смотрел на машину камера вот так работает статическая направляющая ну ESP нету датчик поворота руля тоже соответственно я но и поеду дальше да в общем буду буду двигаться и рассказывать вам про автомобили в том или ином сочетании и теперь уже полноценные ночные тесты да слава богу что хотя бы хотя бы в области в общем световое загрязнение уже не таково ох как ох как идет да давай 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 пошла дорогая 1.6 всего лишь и не 90 сил 106 топовый на данный момент двигатель и вести конечно его несколько несколько маловато маловато как начальный вполне доступен понятен очевиден но как топ конечно нужен более интересный агрегат поживем увидим я думаю что все будет но чуть позже ну а это был свет он уже и сейчас доступен и вес то светит совершенно достойно смотрите как хорошо все освещает огонь пока друзья